Добрый день, дорогие мои друзья! Недавно в издательстве АСТ повторилась, переиздалась книга. Называется, это вторая моя книга по времени написания их, да? Галина Коломейко «Платье шьем быстро и красиво». Выглядит она вот таким образом. На самом деле, эта книга в первоначальном своем издании выглядела вот так. Их содержание абсолютно одинаковое. Так что, кто купил вот такую версию этой книги, может уже ни о чем не беспокоиться. А я сейчас хотела бы сделать краткий обзор этой книги, потому что она очень сильно отличается от той, которая у нас является учебником «Кройка и шитье». Вы знаете, да? Но в «Кройке и шитье» идет теоретическая информация, потому что ее надо овладеть, ее надо знать для того, чтобы вам удобно было, в общем-то, решать свои задачи и свои проблемы. А вот в этой книге идет как бы уже завершение пошива каждого изделия. И показано это на 12 моделях. Давайте посмотрим все на них, как они выглядят. В этой книге, ну, здесь вы знаете наши фотографии, наших работ, мои работы, девочек работы, моих студентов, учениц моих, да? И вставка есть вот в этой книге, такая красочная вставка. Давайте мы ее посмотрим и разберем ее. 12 моделей. Первая модель такая базовая, что ли, наша конструкция, да? Наше базовое платье. Видите, полуприталенный силуэт. Видите, рукавчик, у которого присборена верхняя часть рукавчика. Присборена вот эта вот нижняя часть на манжетике. Здесь показан рукавчик, как я часто делаю на своих платьях. То есть головка у нас присборена. Они с обыкновенной при четверти. Еще есть вот такая моделька. В этой модельке показана уже юбка. Кроется она из прямоугольника. И в этой юбочке показан уже из прямой, как нужно применить вот это наше любимое с вами отведение, чтобы складочки внизу не расходились, чтобы форма юбочки была вот такая трапециевидная, расклешенная, чтобы одним словом выглядело все красиво. На такой модели у нас, например, показано, как сделать спущенное плечо и сделать вот такой рукавчик-фонарик. А также, как все выточки перевести вот такие защипы. Эта тема очень актуальна для полненьких фигурок, для тех, у кого есть большой выступ груди. Когда мы не делаем никаких выточек, все выточки прячем вот сюда. Это тоже разобрано и показано на этом примере. Следующая модель. Посмотрите, какое интересное платье. Если в книге я показываю только в кройке-шитье, как его смоделировать, то здесь я добавила еще, объединила с темой воротнички, то есть цельновыкроенная стоечка сзади добавилась, да, и прибавляется в описании к этой модели технологии обработки. Какие обтачки подкроить, в какой последовательности выполнить это все, как провести примерочку, что на ней уточнить, как выполнить осноровку и так далее. Вы знаете, что у нас весь пошив одежды состоит из 12, так сказать, шагов, да, и каждый из 12 шагов отражается в каждом этом изделии. Но давайте сначала пройдемся по всем им, а потом я еще подробненько об этом расскажу. На этом примере, вот на этой модельке, мы тоже разбираем, как выкроить цельнокрайонный рукав. Например, вот в такой версии, тоже имеет широкое распространение эта тема для наших изделий. Ну, вот эта спинка показана. Здесь платье прямого силуэта, рукавчик 3 четверти, отложной воротник, выполнен из отделочной ткани. Здесь платье просто прямого силуэта без выточек, с рубашечным, видимо, покроем рукава. Здесь вот такое платье, юбка четверть солнца с одним швом. То есть, четверть солнца с одним швом, да. Именно, как покроить такую юбочку, технический эскиз вам представлен. Может быть, из кружева, может быть, из чего угодно. То есть, разбирая каждую модель, вы можете научиться тому или иному. На этой модели у нас рукав-реглан, выточки переведены в горловинку, и он еще смоделирован и расширен вот так вот внизу. Отрезной платье, отрезной по линии талии. И тоже очень много по моделированию секретиков вы увидите здесь. Это спинка этого рукавчика. На этой модели летнее пальто без подкладки, силуэт прямой, рукав рубашечный. То есть, на этой модели вы научитесь делать рубашечный рукав. И платье, и пальто, это, видите, выкроено как бы немножко в стиле оверсайз, без нагрудных выточек, с достаточно большими прибавками, без нагрудных выточек. То есть, тема рубашечного рукава и тема платья без нагрудных выточек. Здесь просто летнее платье со спущенным плечом, вот с такой юбкой. Ну и вот такое вот платье, платье-рубашка. В данный момент эта верхняя часть, видите, в таком спортивном стиле оформлена. И платье с такой длинной юбкой. Просто показано, как это делать. Как вы поняли, книжка писалась уже много лет назад. Поэтому модели, которые мы здесь разбираем, не могут быть какими-то очень актуальными, популярными на сегодняшний день. Сегодня мода быстро меняется. Она всегда меняется быстро. И мода выглядит несколько иначе. Я постараюсь вам подобрать из сегодняшнего дня, из Пинтереста, посмотрю какие-то картинки, которые вы могли бы воплотить сегодня, отталкиваясь от того построения, от той технологии, которая описана в этой книжке. Ну и давайте посмотрим какую-нибудь технологию. Конкретно возьмем какую-то модель. И дальше идет работа с блузой. Посмотрите, как мы ее сметываем. Видите, справа написано сметка. Раскрой сначала, потом сметывание, да? Потом идет примерка, потом внесение изменений, потом стачивание, потом обметывание блузы. Вот утюжка, осноровка блузы. Дальше подрезка мелких деталей у блузки. Что это будет у нас? Это будет у нас карман. Окончание. Как работать с окончанием? Как вы... Как, то есть, шить. Окончание – это поузловая обработочка. Как шить? Ну и все. И на этом заканчивается. И так по каждому нашему изделию. Вот так, мои дорогие. Поэтому вот эта книжка тоже для вас будет очень интересна, потому что она очень сильно отличается. Как-то со своей учницей, Катей ее звали, да? Мы расстались на лето. Потом она вернулась ко мне летом на индивидуальное занятие. Очередную вещь она задумала шить. И приходит вот с этой книжкой. Я смотрю, а вот в этой книжке, вот здесь у нее много-много-много цветных закладочек. Я говорю, Кать, что это у тебя такое? Она говорит, Галина Леонидовна, пока с вами занималась, я сюда не заглядывала. Но когда осталась одна на все лето, я достала эту книжку, смотрю, а там столько всего интересного, нужного и мне полезного. Я вообще от этой книжки пришла в восторг. То есть вот посмотрите, вот такой приятный для меня отзыв я получила. Чего я вам советую? Сейчас эта книга у нас стоит на сайте. Ее можно купить в электронной версии. Сейчас эта книга, она выглядит у нас вот так. Сегодня, да, вы можете купить как бумажный вариант. Сейчас она недавно переиздана, она есть широко в продаже. В отличие вот от этой книги «Кройка и шитье», которая у нас пропала, потому что кончилась она в одном издательстве. И еще допечаток я не видела. Они не успевают ее допечатать, поэтому купить эту книгу можно с большим-большим трудом. Где-то на остатках, говорят, она есть в «Читай городе» и звонить надо на горячую линию и смотреть, в каком магазине она осталась по одной книжке. А эту книжку вы можете купить легко. Здесь точно так же разобрано, кроме того, что разобраны каждые модели, на страничке 181. Давайте мы ее посмотрим. А, в этой книге, в зелененькой части, вторая. Эта книга состоит из двух частей. Видите, заканчиваются вот эти наши модели и начинается снятие технический эскиз, снятие мерок. А в этой книге это страница 181. Но вторая часть книги, посмотрите, какая она толстая, здесь тоже есть. Что здесь есть? Вот во второй части книги есть наши базовые знания, которые повторяются. Начинается со снятия мерочек, повторяются из первой книги. Кто видел первую книгу, он ее прекрасно узнает. Как они называются, как они измеряются, как это расписано все, да. Потом, что такое прибавки. Та же самая табличка прибавок. То же самое построение базовой конструкции здесь повторяется, да. Все один в один, но не до конца. Здесь даются базовые знания. Что здесь есть? Построение рукава с локтевой выточкой, платье приталенного силуэта. Как приталенный силуэт здесь есть. Плечевого изделия, да, базовая конструкция. И есть построенные рельефы вот здесь. Дальше идут нестандартные фигуры. То есть блок нестандартных фигур в эту книгу тоже включен. И весь блок по нестандартным фигурам. Выступ живота, выступ ягодиц. Верхний тип и нижний тип вот здесь есть. Посмотрите, верхний тип выступающая грудь здесь тоже есть, да. То есть этот блок полностью широкие узкие бедра полностью сюда добавлен. Теперь. Почему-то идет декотировка и рапорт. Нет заголовочка, сразу переход пропущенной. Технология обработки. Вот эти 12 наших, 12 наших, ну тут пропущен явно листочек. Но тем не менее, раскрой, пожалуйста, у вас есть. И дальше, видимо, техно третья глава повторяется, да, полностью. То есть как сшить наше изделие, как его сшить. И обметывание, и утюжка, и осноровка. Вот я смотрю, здесь тоже есть. Из первой нашей книжки, из кройка и шитье, сюда они включили. И что еще здесь есть? Цельнокраеный рукав есть. Так, вот он показан, как строить цельнокраеный рукавчик. Они сюда включили его. Ну вот как-то так делаются эти книжки. Рубашечный рукав сюда включен тоже, пожалуйста. Рубашечный рукав здесь есть. Платье без рукавов. Блок добавлен. Так. Ну и она полностью копируется у нас вот в этом варианте. Сейчас я посмотрю, чем заканчивается она. Она заканчивается в платье без рукавов. И все. И заключение. Ну, вот такие вот версии книг. Ну, а так изделие без рукавов. И все, все, все. Рубашечный рукав. И это все, как я и раньше все рассказала. Все здесь есть. То есть вот таким образом. Так выглядят эти книги. Вам нужна только одна книга. И я думаю, она тоже будет для вас очень и очень полезна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok На этом разрешите сегодняшнюю встречу нашу закончить. До новых встреч. Всегда Ваша Галина Коломейко. Субтитры сделал DimaTorzok